Всем привет! Это Каштанов. Добро пожаловать на мой канал! Эй, эй! Хорош, чувак! Ты чё? Ты у меня на канале! Салвали, Куда Стар, с вами Альтер! Короче, ребята, вот такая неожиданная коллаборация. Решили что-то такое необычное записать. Встретились, договорились и в этот раз реакцию на 5.32. Пятая серия. Смотрим вместе. Да. Ну что, приступаем к просмотру. Долго затягивать не будем. Поехали. Нормально тебе? Комфортно? Вообще вполне. Ну, как бы, немножко необычно, конечно. Ребят, вы тоже, да? Я думаю, должны понимать и оценить вообще всю эту движуху. Ты же всегда, считай, во днюху смотришь. Да, абсолютно. То же самое, считай. Поэтому, ребята, это вообще непередаваемое ощущение. Короче, реально, вот просто встретились, сели и записываемся. Ну все, смотри. У тебя есть мысли, кто это? Вот это дед? Ну, я думаю, это как раз-таки тот убийца, которого не нашли с тех времен. Нет, а именно, кто это? Нет. Я, конечно, читал комменты эти, но, что это один из следователей. Я тоже это видел, но у меня другое предположение. Ну и посмотрим, посмотрим. Просто для следователя он слишком старый. Слишком старый, да, чем тот, которого пьяного везут. В Алматы или куда-то. Очередная жертва. То время, да? Ну, когда... Вот это классно, ты, грубо говоря, мне нравится. Менту? Да. Особенно в прошлой серии, когда он ругался, герочил. В ночь, в тачке? Да. Ты их убил. Я спрашиваю, ты убил? Да, но последнюю я не помню. Вот опять же. Ага. Очередная какая-то жертва, которая не относится к этому манеру. Никакого. Я не знаю. А что, простите? Почему ты именно студентов убивал? Потому что я все тут рядом был. Заткнись, сука! Детские садики. Чего, пошутит их, глядь? Ну, что, рассказывай. Как ты их убивал? Вы же знаете. Мы хотим от тебя услышать. Сейчас будет рассказ. Хороший прием. Не, ну то, как они показывают в этом сериале, эти моменты, такого еще не было. Это однозначно. Короче, пацаны, опять то же самое. Изнасилована, горло перерезано от уха до уха. Убитая студентка четвертого курса, Галина Кунгожина, 21 год, последняя ее видела, вот, библиотекарша, ориентировочная 22.00. И она же обнаружила труп. А что там по анализам спермы? Ну что, образцы спермы с предыдущей жертвой совпадают с убитой. Похоже, ребятки, это один и тот же урод. В общем, как я и говорил, это локальный маньяк. Ну, как правило. Почерк одинаковый, убивает студенток. Надо, чтобы все студенты и преподы сдали кровь на анализы. Угу. Все, понял? Классный следок, вот, вообще нравится мне, как и играет, и сам персонаж. Почему такая ненависть девушка? Потому что эти сучки меня игнорируют. Хм. Ну, сами послушайте. Я симпатичный парень, у нас ведь есть сил. А они мне внимания не обращали. Мне хотелось, чтобы последнее, что они видели, это был я, мое лицо. Жестко. Кстати, первая серия из пяти, где маньяка сразу показали. Да. То есть, что записать. То, что он уже осознался. Как бы, от обратного играет. А какая у вас любимая передача по телевизору? Пули чудес. У нас нет времени смотреть телек. Почему? Потому что толпу юбус много. В прошлый раз уже дали понять, что смотрите вы. Да. Пусть чудесно. А я люблю смотреть в мире животных с Дроздовым. Особенно про львов. Когда львы охотятся на слабых и обившихся от стыда антилоп. С такой работой реально у следака может крыше поехать тоже. Да, конечно. Вот с такими как бы работой. Поэтому и в комментариях пишут, что это возможно один из следаков. Алло, Маракалай задали. Ничего, Ахренда. Не вовжатор. Короче, некоторые студенты свалили к себе в аулу. Их потом проверили. Остальные 90% сдали кровь. Галина Кумбожина. Создан сокурсен сэнгзу. Она общалась с кем-то из парней, из преподавателей, может. Ну, или там на дискотеке с кем-то познакомилась. Жук. Ол живет дурмен жемеген. Галина Дабрюлер, мен конфликт полна? Жук. Он шахсадан болат. Часто она так поздно возвращалась в обширизе? Тек сессия, дай нелган кезде. И че? Третья группа голоса падает. Бля, братан, там дохуя работают. Вообще 200 человек. Да, блядь, а. Ладно, давай на связи, Рахмитсон. Твою мать. Телефончики стали. Блин, мне нравится, как они здесь мат используют. То есть, как бы всегда по месту. Ну, реально веришь, что да, они так именно общаются. В жизни. Как бы такой ненавязчивый. А что вы делали в этот день? Отвечаете, гражданка? Да ничего такого. Вы просто общите до болтов и все. Мен бортсмитным. Усн, да я там доролю ненькин. Негеби занесут дальше аппада. А че толку? Мы закроем. Маньяк уйдет на дно. Откроем, обратно начнет убивать. Есть толк, как вы считаете? Очень важно, чтобы вы были друг у друга в поле зрения. На учебу ходите вместе и возвращайтесь тоже вместе. Поодиночке не гуляйте. Ясно? Хорошо. Можно я пойду? Нет, мы еще не закончили. Такое ощущение, как будто их допрашивают. Замечали? У вас здесь в студенческом городке каких-нибудь подозрительных мужчин или парней? Это они как раз этого и ищут. Ну да. Нет. Смотри, да? Типа, как будто на допросе, как будто это она обвиняемая. Она, мне кажется, знает что-то. Здесь стрелка? Да, да, да. Нервничай. Все нормально у тебя? Ага, ага. Да, да. Нормально. Просто мне серьезно надо идти. Вот и зацепка. Ну. Чего же пропалилась-то? Ну там, наверное, не рвят, не знаю, как это. Тем более, если она, наверное, что-то знает, допустим. Бля, у нас 200 подозреваемых с третьей группой крови. Бля, ты новая, их вон мать молдовы, так? Сука. Найдпа. Бля, братан, это не вариант. 99% у всех, у кого совпадает кровь, алиби. Свидетели, да хуя. Ну, значит, наш маньячелы не из института. Может, он просто какой-то работник. Там, завхоз или кто там, уборщик. Ну, иди же. Будем брать кровь на анализы у всего района. Ты че ебать? Не, значит, шуму на долбану. Мы тут загнемся, братан. Не так, какой-нибудь на ущерб дотромзла, заебал, нахуй. Кто там? Сухар, ты же пришел сообщать о всех странностях у возрастут в городке? Так вот, там один гражданин пришел, говорит, что у него в подвале труп. Что, с вами можешь съездить или вы пообщаетесь? Странно. Давай, окна. Заходите. Здрасте. Опа. Если я себе, красавица, не говори, залетел. У меня в подвале труп. В каком состоянии? Где именно? Что значит, где именно? Ну, труп, блядь. Я не видел. Запах. Воняет, как труп. Кошка сдохла. Откуда знаешь, что именно воняет труп? Не-не-не. Я не знаю. Запах и... Да, блядь, заебал нахмал. И что ты думаешь, долба? Да я просто помочь хотел. Кто же мне помочь нашелся тут? И так уж ему с дохуям нажит. Да ладно, успокойся, чё ты. Давай поможем человеку? Поедем проверим, да? Ага. Ты чё, с юридом, что ли? Поехали, блядь. Это замес какую-нибудь... Там чё, котель есть, но она закрыта сейчас. Если хотите, я могу... Ну, блин, да, я тоже. Да нет, пока не надо. Аллах. Ау, да видишь? Ну, он старше, да? Да, намного... Нет, здесь они как будто бы на равных. Ну, одного возраста. Я за неё пробил. Местный дурачок. Жёлтый карточка свалил. А, да ты чё? Э, короче, поехали отсюда. Битал 2, хочу, вот, вот. Вон, барбер, хаскили. Давай, тут, блядь, заебал. Блин, ну, если он дурачок, то на него такие можно подумать. Ну, хотя бы, как-то так. А тут-то в итоге они не обнаружили, да? Ну, походу, нет, если так спокойно ходят. Наверное, нет. Короче, Стас, никакого запаха мы тут не обнаружили. Да, да. Типа показалось. Ой, сигаретку угостить? Да, конечно, не вопрос. На, держи. Странно, утром был запах. Да? Угу. Ну, нет, так нет. Показалось, наверное. Стас, а ты тут давно живешь? Всего же, везем ради. Да? А с кем? С сестрой. Ты же слышал, что тут у вас на родине творится, да? Конечно. А какая у тебя группа крови? Ну, типа, дурачок. Ну, ты что, поехали с нами? Как раз узнаешь? Не-не-не-не. Не могу. Мне довольна. Сестра скоро с работы придет. Да ведь недолго, минут 20 минут. Ну, что, поехали? Сигаретку еще гостите? Да, конечно. Ну, поехали. Блин, я бы удивился, если бы он назвал свою группу крови. Ну, типа, дурачок. Угу. Ты что такой жестокий? Ну, сейчас, что? Почему ты всем девчонкам горло разрезал? Ну, во-первых, это очень приятно. Ты успеваешь насладиться моментом, пока она захлебывается своей собственной кровью и пытается сопротивляться. А, во-вторых, я всегда хотел увидеть, как из человека выходит душа. Сохранить-ка спокойствие, да? Ну, у меня. Жестко. И что? Увидел? Увидел. Нет. Поэтому и продолжал убивать. А у тебя есть душа. Классный прием, то, что этот, ну, покромсали. Да, в перемешку. Смотришь, да, не понимаешь, в какой момент сейчас смотришь, чтобы, ну, как бы, после нескольких килограммов... Поначалу, да, у меня было такое, сейчас уже. Все понятно. Так, группа крови, вторая положительная. Опа. Интересная у вас профессия. Преступников у этих, там, всяких убийц. Я, если ты тоже мечтал медицинером стать. Да? Да. Да, нельзя, бля. Ахмедсан, можешь идти? До свидания. Давай. В сигареткой не гости, что-то. Не, нету, иди давай. Ну, что, не дейся. Бля, что-то я не уверен, что-то не было. Просто аурус яд. Да нет, ты что? Надо, что-то просто ауруемся. Надо его конкретно дожимать. Ну, это вот чуйка, да, по-любому есть что-то. О, сейчас опять шеф будет орать, смотри. Ну, что, как? Ну, вам самим надо будет на это посмотреть. А вы кто? Ебал, заболи. Нормально. А эту девушку почему так жестоко убил? Это случайно. Ну, там вообще прикольно получилось. Я вышел на охоту, она уже забыл. Смотрю, банка на себе наваляется. Но она неострая оказалась. Но она не осталась. Басталась, а одна курсиция, это просто. Эмин, сен вообще тусунбед. Сен сонда она курсиция, аж аппетит, жюре бересын бы. А, шатар, шатар. Как же, не? Мы просто тамандастық. Ене сонда, бумайткин, нервисы, мелочи, күнігер тусамыз бы. Мелочи бас, осаған? Мелочи, койы? Индана сучкалардын, берге жаппыз, жюре бер тусунын бы. Кетмен обшага. Кетмен давай. Лучше бі с ним остался. Да лучше бі он ее проводил. Ну, да. Оба, короче, психанулют. Кетмен. Эй, ельдус? Не смешно? Брай. Ту. Да выкинь ты уже эту соску Консервной банкой Ещё раз? Давай, что-то пробуем Чего? По-моему, первый раз за это показали, за весь сериал, что у него там какие-то отношения с кем-то Классно Ну сразу мысли нехорошие Как бы с ней ничего не случилось Так это не она только что была? Нет, нет, нет Которую убили Не, не она Что случилось? Ага О, я не знаю Сырок Пу-па-па Я нахожу Это Пу-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Я буду Я буду Думаю Лицо знакомое Как-будто я её тут видел Она же в этом В соке у Азамат О, да Серьёзно Кишишмин, всё никак не можем с тобой нормально путать. Я её не узнаю. Может, я её припутаю? В общем, Кишишмин, мне ехать надо? Да нет, всё нормально, езжай. Всё равно Палпа скоро за мной заедет. Точно? Да, конечно. Ну ладно, давай, пока. В Саке девушка постарше. Снимали-то в одно время, плюс-минус. Здесь совсем молодая. Вот я говорю, как бы сейчас с ней ничего не случилось. Они её одну оставили. Где они её оставили, я не пойму. Вообще могли бы... Добросить типа. Бля, братан. Там пиздец, чё творится, нах. Баста джиндануатер, нах. Институтный директор голода кровати бэрн, заебан, нах. Бля, братан. Надо уже кардинально действовать, нах. Да. У нас есть только одна зацепка. Слушайте, ребят, если вы хотите, что я дальше с вами разговаривал, снимите мне рубашку. Чё? Очень жарко вот здесь. Условия ещё стоят. Хе-хе. 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 Ну, чё, Мила, давай рассказывай, что ты от нас скрываешь? Ничего не скрываю. Хе-хе. 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 Ну, так и поверили. Обманывать нехорошо. Еще раз спрашиваю, что ты от нас скрываешь? Ну, давай. Ничего не скрываю. Чё-то она боится, короче. Ну, да. Ты видела убийцу? Нет? Нет, нет. У-у-у-у-у-у-у-хо-у. Или он был ухожал? Или вы вместе убиваете? Это его сестра. Ты заманиваешь, он убивает, да? Да. Это сестра убитца. Я помню, что Гориун и его сезонит. Ну ты ж наобрие. Блядь, я тебя надолго засажу. Поняла? Мала не покажет за себя нахрон. Эй, слушай, или это ты убивала? Это не я. Это не я. Сука, смотри. Смотри, сука. Нуж какая-нибудь не родная сестра. Смотри, сука. Смотри, сука. Ну-ка, смотри! Я тоже не убила! А то... Ну что там говорит просто? Не может она сказать. Ну только если родственник близкий с... Тем более он дурачок, да? Ну как бы желтая карточка у него есть. Только так я это могу понять. И то он такой... Просто прикрывает тебя? Ну да, но это же вообще неправильно. Я лица не видела. Не, ошибаюсь я, походу. Ошибаюсь. Он меня изнасил. Просто стыдно. Ну как бы. А он не убил еще, да? Да. А может это ими он был вообще? Она же не знает. Ну и с лица не видела. А что это тут дел? Я вот началась в общежитии. Он ударил меня по голове. Я упала. Дальше все мутно помню. Он сказал, что если я посмотрю на него, то он меня убьет. Когда ты была? Два месяца назад. Нам важны любые детали. Может быть голос, какая-то одежда, хоть что-нибудь. Я же вам сказала, я плохо помню тот вечер. Дайте мне уже забыть это все. Слушай, а что ты сразу в милицию не обратилась, а? Я никаких претензий не имею. У меня свадьба через неделю, отстаньте уже. При чем здесь свадьба, дура? Да при том, что это яд. Позор. Завтра не дай бог. Родственники узнают, что я не девственница. Я больше никогда замуж не выйду. Эх, кайдах, я дура. Кайдах, я ты. Эй, ты че, несешь здесь, дура? Жизнь человеческая. Бля, а нам надо утриматор маньяк дарь наху. Я хуею наху шалхар наху. Ебанутая она какая-то наху. Долбоюрка, блядь. Блядь, жестко, конечно, делает. Ну вот для нее важнее это. Это как в этом, в эскорте тоже мама. Да. Когда узнала, развернулась. Я считаю, ты извини, Миша. Деньги. Здрасте. Я как раз вас ждал. Помочь хотел. Моя сестра только что гуляла по парку, увидела там какого-то лысого страшного мужика. И он по салон к девчонке в бордовой юбке. Загибал нахуя в жизнь. Успокойся или нет? Уйди отсюда. Блядь. 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 Зачем так? Я же помочь хотела, Стас. Иди. Сейчас реально для тебя. Давай. Задолбали сильно. Угу. 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 Саламрат, ты в лаборатории? Перепроверь, пожалуйста. Анализ кровянного человека. Станислав Ежов. Ежов. Спасибо большое. смысл перепроверя что может другие показания быть у него же показала вторая группа крови ага перепроверь сейчас скучно с вами стало чем еще рассказать чё пишите твою историю записываю ну тогда запишите у меня жёлтая карточка есть типа про каналий, да? я в психушке на участии стою так что все, что я вам сейчас здесь наговорил, это все, блядь, больного человека так что серьезно у нас пригрывает тоже поставь, блядь, там, блядь тихо 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 успокойся, блядь я так понимаю, у него нет железных доказательств только его признание дулачка типа человека с жёлтой карточкой поэтому они его, как бы, выпытывают у него давно бы он уже уехал бы куда надо я же говорю, только бить умеете у вас нет ни доказательств, ни свидетелей а только показания психбольного человека так что все, вам пора меня отпускать нифига он не псих, да? если так все продумал да третья в смысле, ошиблись? вы чё, ебанули что ли, нахуй, а? тут люди умирают, нахуй, блядь ты мне просто так говоришь, что ошиблись? это тогда не ошиблись срочно всех перепроверьте суки тупо головые, блядь что случилось? да с лаборатории звонят, нахуй говорят анализы перепутали у этого Стаса дурочка группа кроме совпадает поехали, поехали они же при нем взяли и сказали, что там вторая я не понял а щас он еще кому-нибудь убьет по закону жанра, блядь блин, это мне кажется вообще какая-то уголовная уголовная халатность не знаю как это назвать ну тогда может этого не было ну да ну да ну так вот да что там, труп? ой, немножко что-то было блядь 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 ну ориентировочно 12 часов назад и снасилован и убита ну не ножом, а чем-то это его знакомая, да? рваная я так понимаю или кто? разрез горло, посмотри вот не нож подробно все могу сказать уже после того, как ко мне вы везете стоит, да? увидел сейчас могу сказать дело руг сука пошел назад по себе дей на дей на 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 давай давай встань Быстро, быстро, быстро. Вставай, давай, давай, быстро, быстро. Короче, из доказательств только группа крови у них, которая совпадает и все. Сейчас скучно с вами стало, а что вам еще рассказать? Прикольно, с другой стороны. Сейчас посмотрим, наверное. Заново нас вернули к этому. Не, ну я понял, да? Тогда запишите. Что у меня же желтая карточка есть. Я в психушке на учительском. И все, что я здесь сейчас наговорил, бред больного человека никакого отношения к реальности не имеет. Подстойте, Аллоев! Тихо! Все, тихо! Спокойся, блядь! Да. Живо! И начальник, по-моему, тогда не говорил. В том кадре ты говорил? Да. Просто все с разных ракурсов. Блядь, это он не волнует. Эй! Он нас спасашей! Вот это он не волнует. Ему только это и надо, блядь! Пойдем давай в кабинете покурим. Не покушай. Не, ну реально, да, срывается? Я прям вот не перестаю это замечать. Очень гандон, блядь! Шайтан! Откуда берутся такие, блядь? Слушай. Ну, что будем делать? Блядь, этот псих, сука, прошаренный, блядь! Да его надо прессануть нахуй! Что с ним церемониться? Кровь-то совпадает-то! Стоп, 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 коллеги! Не надо горячиться! Ну, во-первых, мы все знаем, у него желтая карточка. Поэтому юридически привлечь его к уголовной ответственности мы не сможем. Офигеть! А во-вторых, помимо него, третья группа крови у шестисот человек совпадает. И что, прикажете из-за этого их всех прессовать? Не, у вас есть хоть что-нибудь? А теперь я от прокурора пизды получать не хочу. Тогда придется отпускать. Ни хера себе. Девушку, которую изнасиловали? Не показали, да? До последнего тамят вас. А я вас жду! Чай налете мне? Что, когда отпустите меня? Та, типа, которая у правого яд говорила? Да. Короче, они уже все знают. Просто он еще не догадывается. Загадочные человеки. Отпускайте меня. По голосу, типа, сейчас попробую. Да. Блин, тут еще внимание на босоножке, как в этом фильме. Кролик Джорджо. Короче, со Скарлетт Йохунсона. Не смотрел, не помню. Угу. Не слышите, что ли? Я говорю, сестре, позвоните, отпустите меня. В чем тут свадьба, дура? Ну-ка. А? Да при том, что это яд! Позор! Завтра, не дай бог, родственники узнают, что я не девственница. Я больше никогда замуж не выйду! Эх, кайдах, я дура! Кайдах, я ты! Эх, ты че, не съешь здесь, дура? Она жак-то там дарую рату, бляс-мас-сенуна? А? Эй, ну, ебанутая какая-то, шотар, нахуй! Ну и нахуй! Блин, ну крутые ходы, да, в этой серии, режиссерские вообще. Да, я вот только сейчас думал, что, ну, скажу по-любому, что вообще балдею с этой серии, очень крутая. Хотя такая спокойная, более-менее. Не как те серии, там откровенно резались всю серию подряд. Здесь как-то так. Здесь, на другой акцент. Ну и вот эта расстановка, она еще и думать тоже составляет. Да, да, да. Складывать пазл. Вот же круто. Знаешь, почему он тебя не умеет? Откуда я его могу знать? Потому что ты была его первой жертвой. А потом он вошел во вкус и стал не только насиловать, но и убивать. Я еще хотел спросить тебя. Так что тебе было? Два месяца назад было. А Рим нет. Это же все недавние. Отпустите меня, говорю уже. Как она его узнала? Узнает, если она не видела. По голосу он сказал, типа не смотри на меня. Услышал. Ну это было два месяца назад, типа. Чего там? Отпустите меня уже. Волос. Может мне надо эту фразу сказать? Волос. Непод reel! Что, он спереди хочет встать или что? Я тоже не понимаю. Запах. Ну и возможно, да. Тело, да? Ну, наверное, да. Иначе, что здесь? Да. Интересно, как это можно пришить к делу, как говорится. Запах, что-то первый раз такой. Слушай. Ну, такое вот опознание. Ну, может быть, да. Жесть. Кадры, кадры. Как будто по губам что-то можно прочитать. Типа, я тебя убью, скорее всего. Я, конечно, слышал об этом деле, но я не думаю, что там такая жесть. Получается, он псих, а его расстреляли. Следствие доказало, что он косил под дурака. На суде вообще концерт устроил. На колени стал падать. Умолял, рыдал. Ну, один хер в вышку впаяли. Что-то, как говорится, ждем комментарии, да? Что это реально было, как бы, ну, на реальных событиях. Угу. 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 Ну да, ну кадры, конечно, киношные. Ты в курсе, да, что убивали в затылок, когда казнили людей? Это кто-то мне писал в комментариях, и я документальный фильм про это смотрел. Про Советский Союз, как там применяли высшую меру наказания. То есть в затылок, и человек не знал до последнего, в какой момент будет выстрел. А почему тут так? Ну кино, красиво, я думаю, как-то с этим связано. Как красиво, да? В кавычках красиво. Замуж вышла. Нет. С ума сошла. Не выйдет. С собой покончалась. Ну, я бы, ну я отбил ее. Стыд. Она и боялась. Самоубийство, да? Ростыненькие ее схавали. Страна жениха от свадьбы отказалась. Чего бы она бросила. В общем, жалко девчонку. Как бы, получается, она повесилась, да? Тупо редко валяется. Ценой своей жизни она, получается, спасла будущих жертв этого маньяка. То есть, если бы она не рассказала бы про него, ну, не пошла бы на этот эксперимент следственный, она бы вышла замуж, а тот бы продолжал убивать. Давай, поехали. Ну, прям, реально, ценой своей жизни. Вот, стопудовая референс, все-таки, ролик Джо Джо, потому что, вот, висела она. И, опять же, эти постановки, блин, прям, это стопудово, ну, просто референс, ну, знаешь, что-то. Да, короче, после твоих комментариев я по-любому посмотрю этот фильм, потому что не смотрел. Но, я думаю, и многие из наших зрителей, кто сейчас посмотрел эту реакцию. Так, ну что, какие мнения? Очень, очень крутая серия. Классно, что реклама, кстати, не была. Кстати, да, я тоже этот момент отметил. Ты скажи, как тебе без Павла смотрится? Ну, нормально. Я-то спокойно смотрел. Да, не, ну, то, что вдвоем. Ну, мы все равно по ходу серии что-то говорим. Да. У тебя тоже есть такой момент, что ты стараешься говорить в паузы. Да, да. Но не всегда это, конечно, получается. Когда ты думаешь, вроде бы сейчас пауза, начинаешь говорить, и там какая-то реплика. Да, да. Но в основном, я думаю, у нас получалось. И можно упустить какую-то деталь. Да. Да, есть такой момент. Ну, вообще, нормально. Да. Я вообще первый раз так хорошо освещен. Ну, да. Ну, и вообще, в принципе, обстановка такая, конечно. По поводу серии. Первая серия из пяти, где совсем другая концепция, да? Да. То есть, всегда нам показывают убийство, по ходу всей серии ищут, и там в конце все, у нас так или иначе маньяк. А вообще, вот то, что он изначально уже, типа, допрос был с ним. Да. И жертва, и опять одна жертва, которая вообще не имеет никакого отношения к этому делу, ну, к этому маньяку. Короче, вот мне вот это тоже нравится, то, что каждую серию нам показывают какую-то вот, ну, жертву лишнюю, типа. Это, типа, затравочка на финальной серии. Да. Видать, в конце там будет совсем, ну, крутая развязка по поводу всех вот этих убийств. Да, и все больше интересно становится, кто же это. Дед. И дед, ну, вот это, да, либо вот его напарник, думаю. Не, ну, все-таки, как бы, по этим комментариям и по тому, как по ходу последующих серий ведет себя вот этот напарник, не помню, как его зовут, который постоянно психует. Думан. Да, Думан, то есть он в первой серии был более-менее спокойным, если так вспоминать, и вот сейчас в пятую он вообще просто как не кадр, так он психует, жестко срывается. Да, ну, а, ну, такая работа. Не, ну, понятно, но... Но он должен быть, типа, спокойным. Но как будто бы вот это вот его срывы в дальнейшем могут и привести его к этим убийствам, но хотя, да... Зачем они же сейчас идут? Да, они же сейчас идут, поэтому здесь, ну, блин, вообще... Он просто нервничает, может, из-за того, что на его след могут напасть, как-то, ну, понятие. А-а-а, блин. Виш и кровь, то, что там, вот, они там... То, что если он все-таки в реале так же убивает? Ну, пока, да, он просто не под подозрением. Может, из-за этого, но я говорю, я не думаю пока на него, потому что для меня он, ну, по сравнению со взрослым... Разница в возрасте, да, есть. Там прям реально дед. Но если смотреть, типа, на титры, то нам еще, возможно, показывают вот и молодого его, того... Ой, то есть, ну, ты понял, да? Да, да, да. Там же так написано, взрослый или молодой. То, значит, как будто он уже тоже тут показывается. Я еще думаю... На... Начальник? Да нет, начальник здоровый, с такой ряхой, и он темный. Ну, а что он не... Нет, а если и так вспомнить этого деда, он как будто бы такой, ну, смуглый. То есть, не смуглый, а наоборот, бледный. Ну, так вот, как бы, на лицо. Как будто бы совсем комплекция другая. Хотя по возрасту, да, может совпасть. То, что сейчас начальник... Ну, вот, чисто, и это вот единственный момент, то, что вот просто возраст. Да. Как будто бы тот больше подходит. Но... Это будет, конечно, и печально, что если это все-таки напарник будет. Ну, да. Потому что мы уже выкупаем все это, по сути, как бы. Но я вообще очень обрадуюсь, если мы ошиблись. Ну, да, не хотелось бы, конечно, чтобы это он был. Но, блин, а с другой стороны... В любом случае интересно все равно следить за развитием событий. С другой стороны, это же, как бы, задумка сериала по ходу всех серий держать нас, так сказать, в томосе, да. Вот то, что мы сейчас с тобой обсуждаем так же, и каждый, кто это смотрит, обсуждает это. Ну, только сам с собой, да, в голове какие-то мысли, догадки рисует. Ну, да, ну, и с друзьями точно так же. Да, да, если кто смотрит. Ну, это, мне кажется, самый обсуждаемый сериал вообще за последнее время. Однозначно. Поэтому там уж точно есть с кем пообсуждать это. По моему мнению, он даже сержант-братан начинает переплевывать. Да, ясно, прям, сразу сходу с первой серии, весь сезон там, я не знаю. Сержант-братан, он такой, типа... Полукомедийный, получокомедийный. Драма, драма с элементами комедии. Да. Он был, ну, куда проще уж. Даже это не сравнивать с разных жанров. Я, конечно, боялся так говорить, что большая пропасть между ними. Но я так просто... Это разные вообще жанры. В принципе, да? Да. Ну, да. Не то. И еще, да, как бы, все-таки хочется, чтобы этот убийца все-таки был вот сейчас здесь, и мы его иногда видели по ходу фильма, чтобы мы потом посмотрели и такие сказали. Нифига себе, так раз сон. Ну, это по-любому так и есть, я думаю. Тогда кто? Ну, как бы... Ну, вот пока вопрос этот... А это не может быть тот мент, который эпизодически появляется? Да, да. У него там погонный лейтенант или кто он там, который его... Не может, он тоже молодой. Блин, ну, тогда не знаю. Тогда это просто наши догадки. Интересно, да, будет потом посмотреть 12-й серии или сколько? Вроде 12-й серий, говорят. Все-таки и узнать, кто это. Блин. Так, ну, что еще? Вот, видите, вот эта вот девушка. Ага. И, ну, она просто чуть-чуть похожа на эту. Я поэтому подумал, что это она. Ну, где-то как-то издалека, может быть, да. В темную полинцу. В темную полинцу, что у него отношения какие-то были. Это вот нам первый раз показано. Да, но я думаю, это не отношения, как парень с девушкой, а может быть, какая-то типа, ну, влюбленность и все такое. Ну, они целовались уже, типа. Ну, что-то я поцелуев-то не заметил. Как будто бы был, был. А, блин, ну да, я в этот момент... Ты его отпустил, видимо, что-то говорил. Но странно, да, скорее всего, что-то говорил. Но странно, когда он увидел ее лежащую, ну, лежащую убитой, он как бы более-менее себя вел. То есть, там, ну, не пилотов, не падает. Он вообще вот на протяжении всего, это вообще самый сдержанный человек. Ну, да, спокойный такой весь. Я говорю, я поражаюсь, когда вот всякие, вот, его напарник, вот он, да, он проявляет эмоции. А, этот вообще спокойный. Ладно, пока подозрения, короче, у нас на напарника в основном. В основном на напарника, конечно. Может быть, нам потом как-то объяснят вот эту разницу в возрасте, которая, ну, явно есть. Ну, может, он и постарше. Здесь, да? Когда, в принципе, мы молоды, да, там, разница в возрасте в 5 лет, может быть, не так заметна, чем когда, ну, постарше люди становятся. Может быть, там, если там прям он вообще старый. Да. Если шалкар, то он, он куда этот, ну, как будто помоложе, короче. Еще как будто мужчина, ну, нормальный, не старик. А тот так прям вообще уже там умирает. Очень крутой, я хочу сказать, все-таки этот, ну, маньяк. Очень классно отыгрывает. Я вот, мне тоже как-то писали, типа, что ты улыбаешься, комедию смотришь, что ли? Я улыбаюсь, потому что я вообще просто балдею с актерской игры. Да. Я вот смотрю, и мне нравится, как он играет, мне нравится, как он, вот, все это мимика, не мимка, выдержка, ну, моменты, когда что говорить. Все очень круто, прям, вообще балдею. И иногда еще я смотрел, тоже видел комментарии. Операторская работа, там, ну, специально движется камера, типа, не от того, что вы оператор колевой руки. Я, как бы, тоже это все понимаю, но некоторые пишут, типа... Да, вот сегодня был кадр, когда они в машине сидели, когда девушка осталась на берегу, они сели в машину, мы еще сказали ему, мол, что она не уезжает с ними, что они ее не довезли. И там тоже такой кадр немножко плавал. Так они тут и плавают. Да, ну, это все срубственная, да, так и в помещениях тоже, вот, если посмотришь, и это нормально, как бы, ну, я выкупаю всю эту тему, но видел тоже комментарии, типа, что, блин, руки, что они оттуда растут. Я сейчас таких не видел, но, как бы, могу предположить, да. И да, классно то, что у нас тут покоцали, как бы, покромсали и показали нам с другой стороны какие-то ситуации, тоже не раз встречались такие моменты. Ну, приемы в сериалах, в фильмах, поэтому был приятно удивлен, если честно. Очень круто. Ну, да, это, как бы, это, ну, это по-любому, да, не плагиат, это именно брать... Прием-то? Да, ну, да, я имею в виду, это брать какие-то хорошие, крутые приемы с более известных фильмов, которые, ну, на мировом уровне, да, гремя, допустим. Да, даже вот тоже здесь их сам, босоножки, там, то, что я говорил, то, что это референс, ну, стопудово, мне кажется, то, что... Блин, я думаю, может быть, еще где-то было, но из последнего, что я прям хорошо помню, это вот как раз-таки кролик Джорджо, вот. И, ну, референсы, это нормально, тут я уверен, то, что я еще многие не выкупил, которые были до этого. Да, скорее всего, то же самое. Я думаю, пусть твоих слов все посмотрят этот кролик... Кролик Джорджо. Джорджо, но Ви, и я в том числе, конечно же. Фильм Тайка Вайтити, режиссер. По-моему, лучший сценарий они взяли. Оскар? Да, я не помню. Блин, ну, если Оскар, однозначно надо смотреть, конечно же. Надо, надо обязательно. Что-то я еще хотел сказать. Не помню. Так, это... Черт, я тут, ну, по моментам я так проматываю просто тут. Да, в принципе, по ходу фильма всего комментировали. Еще круто то, что наше время отделяют тоже форматом изображения. Кстати, не обратил на это внимание, но прощал? Я сказал, да. Да, да. То есть сразу, сразу понятно. Да, тут другая съемка, другая камера уже и так далее. То есть, ну, в современное время, да, широкий формат, а тут более такое, как бы, к тому времени форматы относятся. Круто. И ракурс, круто, и вот этот, последний кадр с девушкой. В общем, респект. Вообще. По всем фронтам в него вкладывался. Сколько сидел на... Ну, очень долго. Ты не читал, несмотря сколько ему лет? Молодой, да, скорее всего, какой-нибудь? Ну, или плюс-минус средних лет. Я так смотрел, у них все режиссеры молодые в Казахстане. Да. Прям молодежь, когда говорится, живешь. Ну, как молодежь. Шикер Айтуре, он вообще мальчишка, можно сказать. Ну, давай. Это, блин, очень круто. И это, как раз-таки, новый взгляд. Да, сериалы. То есть, ну, не зря, да, тот же самый Шикер едет в Каны. То есть, он уже был, ну, короче, был на каких-то международных фестивалях. И я уже отмечал в своих реакциях. И здесь хотел бы сказать то, что не зря здесь дисклеймер на английском языке. По-любому это, как бы, нацелено. И вообще, где-нибудь буду за границей, возможно, показывать. Будет вообще круто. С дубляжом, допустим. Вот это, по-любому, должно быть. Это вообще уровень. Просто уровень, вышка, топ. Все, по-моему, да? Да, в принципе, все. Ребята, пишите ваше мнение по поводу всего того, что вы здесь увидели. Как вам наша коллаборация, стоит ли еще раз так записывать. Ну, и по поводу сериала, пишите ваше мнение. Кто же все-таки этот убийца, который в нынешнее время тот старик. Да, но только без спойлеров. Да, если кто-то там писает что-то, что вы узнали или увидели где-то, уже посмотрели заранее. Не надо вот как-нибудь обходить это. Предположение всегда. Нет, если я увижу что-то какое-то дальше предположение, я вот так вот, типа, паралистываю и дальше смотрю. Типа, я не читал, да? И стараться забыть. Если увижу, вот в следующей серии, все, сразу. Я уже не смотрю это. Короче, ну, если вы хотите видеть хорошую реакцию. Искреннюю. Первый раз. Многие мне писали, почему ты до сих пор не посмотрел реакцию на 5.32 и не выложил ее. Ребята, я думаю, вы теперь понимаете, почему я это сделал. Хотелось для вас сделать вот такой реальный эксперимент, сюрприз. По-моему, на российском ютубе в плане реакции такого еще не было. Когда два реакционера, которые всегда снимали по-разному, на разных каналах, тут что-то замутили вместе. Ну, это цените, ребята. Прикольно, да. Прикольно. Так, ну все. Думаю, по этому видео у меня все. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наши каналы. Все, давайте. Всем пока. Удачи. Вам олег. Продолжение следует.